Приветствую вас! Меня зовут Саняна Катерина, я дизайнер и декоратор интерьера. И сегодня мы с вами создадим такую интересную осеннюю композицию, которую приурочим к празднику ужасному, страшному, иностранному, имя которому Хэллоуин. Основные элементы нашей композиции это тыквы. Если вы хотите научиться создавать такую композицию, то продолжайте смотреть. И сейчас мы с вами начнем собирать композицию для Хэллоуина. Первое, с чего мы начнем, это декорирование вот такого подсвечника. В нем уже есть свеча. Конечно, лучше, когда свеча эта уже прям горела несколько раз. И мы будем делать вот таких замечательных привидений. И хочу отметить, что это очень простой мастер-класс. Для создания такого привидения нам потребуется всего две салфетки, проволока и черный маркер. Берем одну салфетку, раскрываем. Берем вторую салфетку, раскрываем. И делаем вот такой шарик. Этот шарик кладем в серединку. Берем проволоку и закрепляем. Вот у нас тело готово. Теперь берем черный маркер и рисуем глазки. И вот у нас готово такое привидение. Дальше мы будем крепить их на подсвечник. Продолжаем собирать нашу композицию. Мы сделали таких чудесных, очень простых привидений. Почему я использую проволоку, а не обычную нитку? Потому что проволокой намного удобнее крепить привидение к таким креплениям на этом подсвечнике. Так как Хэллоуин это осенний праздник, то мы можем задекорировать подсвечник, так же еще дарами осени. Можно разложить в любом порядке, как вам нравится. Такие острые перчики, маленькие шишечки и желуди. Гуляя в лесу, можно собрать и создать такую композицию. Подсвечник готов. Мы продолжаем собирать композицию для Хэллоуина. Берем тыквы. Композиция из тыкв может быть самая разнообразная. Самое главное, чтобы это были разные размеры, разные цвета. Здесь можете дать волю фантазии. И все, что вы найдете на рынке, маленьких, разнообразных и самых интересных размеров, можете использовать. Для того, чтобы тыква имела такой блеск и красоту, ее можно покрыть лаком. Берем обычный лак для волос и покрываем нашу тыкву. Даже когда она высохнет, она сохранит тот же блеск, яркость и красоту. Так, в принципе, можно покрыть все тыквы, которые вы используете в данной композиции. Сейчас на самом деле большое количество уже и бабушки даже на озерке осознали, что Хэллоуин это достаточно популярный праздник. И вот это достаточно популярные, легко выращиваемые сорты. Даже на любой остановке вечера вы можете, возвращаясь домой, заметить у бабушек вот такие странные тыквы. И самое интересное, что чем они страшнее, чем больше на них всяких наростов, бородавок, тем они интереснее будут смотреться в композиции. В данном случае мы вот эту тыкву ставим вперед немножко. Также у меня дома был такой замечательный гранат, так как он темно-бородовый цвет. Мы его ставим для того, чтобы он оттенял желтый, зеленый и вот эти наши все цвета. Он дополнит нашу композицию. Смысл в том, что на столе вот так вот будет целая композиция. И сейчас мы будем делать композицию с главным героем, который будет выступать вот такая французская декоративная тыква. Она очень страшная, с такими пупырышками, наростами. И я так думаю, что для Хэллоуина она подходит как нельзя лучше. А мы покрываем тыкву лаком для блеска. Также лак позволит увеличить срок хранения тыквы, потому что он является консервантом в некоторой степени. Итак, мы берем вот такую тыкву. Чем страшнее тыкву вы найдете, и чем она будет некрасивее, тем она будет лучше для вот этой нашей композиции. Потом мы используем поднос. У меня в данном случае вот такой вот старый поднос, который вот именно с такими потертостями. То есть вот он именно для Хэллоуина как раз то, что нужно. Мы берем поднос, ставим нашу героиню в центр. Так как эта композиция будет со свечами, у нас уже есть элемент огня, мы будем немножко уравновешивать. То мы расставляем сначала основных героев. Это свечи. Затем мы опять же можем использовать все наши дары осени, которые мы насобирали или которые мы приобрели в процессе поиска тыкв. Также мы можем использовать листочки дуба, которые очень колоритные и добавят изюминки в нашу композицию. И мы можем их использовать под свечи. Если вы планируете оставить композицию горящей на долгое время, то листочки лучше убрать. На самом деле эту композицию нельзя оставлять надолго, потому что дары осени, шишки и желуди тоже легко воспламеняющие. Поэтому в принципе у нас это декоративный такой эффект. И если вы хотите, чтобы свечи гаели, тогда можно оставить в таком состоянии вот просто свечи на подносе. Это будет и красиво, и безопасно. И вот так в принципе уже можно оставить такую композицию. Так как мы делаем сейчас композицию для декора, и нам ее полностью надо составить. Берем острый перец разной формы. Сейчас есть уже абсолютно разнообразные формы. Вот такое декоративное, красивое. И просто в принципе в свободном порядке мы раскладываем по этому подносу. Красный цвет очень выгодно будет оттенять яркость нашей тыквы. Сначала мы раскладываем крупные элементы. В данном случае это у нас такие перчики. Потом мы раскладываем шишки для красоты. И уже самые маленькие поверхности опять заполняем. Можно желудями, можно каштанами, можно в принципе все, что такое интересное в нашем лесу. Каштаны сейчас в принципе есть еще везде, не обязательно выезжать в лес. И каштаны тоже вот коричневые. Они будут очень хорошо, красиво оттенять нашу эту французскую красотку. Можно добавить элемент Хэллоуина. Это вот такую черную летучую мышку. Как делаются такие мышки, вы можете посмотреть в моем прошлогоднем видео. Крепится мышка на двухсторонний скотч, это обычный цветной картон черного цвета. Как вырезать и как их можно еще использовать, вы можете посмотреть по ссылке. В данном случае мы эту мышку крепим к тыкве для придания ей еще более устрашающего вида. Композиция готова. Следующий элемент нашей композиции, если вам понравится, необходимо делать непосредственно перед самым праздником. Да, еще такой маленький совет, что необходимо делать это вдали от ваших дорогих подушек, покрывал и еще каких-то вещей. Используйте клеенку, скатерть, что угодно. Для этого нам понадобится тыква. Мы берем тыкву. Желательно это такой формы, но с вашей фантазией, если вам понравится тыква любого другого размера и формы, вы можете использовать ее. Вы берете тыкву и отрезаете не пополам, а чуть больше, чем половину. Мы разрезаем тыкву, вырезаем ее до конца. Вот эта половинка нам пока не нужна. В принципе, ее потом тоже можно использовать. У нас получилось вот такое красивое зрелище. Получается, что нам самое главное, чтобы осталась вот эта внутренность с семечками и вот эта яркая вся картина. Итак, мы вырезаем отверстие для глаза, для глазного яблока. Вот такое отверстие у нас получилось. Мы подбираем под это отверстие шишечку. И нам необходима еще зубочистка, для того, чтобы прикрепить глаз в глазное яблоко. Наши халлоуи. И в полученное отверстие мы прикладываем шишку. И в принципе, наша задача закрепить эту шишку в этом глазном яблоке. Мы берем зубочистку. И в принципе, можно зубочистку отломать ненужную часть. Вот у нас получилась красота. Теперь мы берем блюдо и ставим нашу страшилку в центр композиции. Для пущего эффекта, для страшноты и мерзости можно еще выплачивать. Как будто все такое страшно. Зубы посыпались у этой тыквы. Да. Вот мы с вами сделали осеннюю композицию. Я надеюсь, мои советы были для вас полезными. И украшайте свой дом. Наслаждайтесь красотой. И ставьте лайки. С вами была Саняна Катерина, дизайнер и декоратор интерьера. Пока-пока.